Сегодня день работников связи и информации. Профессиональный праздник отмечают все СМИ. Журналисты принимают поздравления и слова благодарности от героев своих сюжетов. Порой для казахстанцев сюжет в новостях – единственная надежда на решение проблемы и торжество справедливости. О том, какой вес в нашей стране имеет слово журналиста и насколько трудно сейчас добывать информацию, расскажет Людмила Батюшкина. За помощью обратились жители сразу трех поселков, пытаясь остановить разработку песчаного карьера рядом с их домами. Это грозило лишением единственного пастбища, а также разрушением источника питьевой воды. После вмешательства прессы разработку остановили, а прокуроры даже начали проверку на предмет незаконного использования недр. После нашей встречи, буквально неделю или полторы, на территории предполагаемого карьера была какая-то делегация в количестве 5-6 машин. Одно дело, когда просто говорят отдельные местные жители, и другое дело, когда все-таки средства массовой информации доводят до власти имущих. Старикам вернули квартиру, собрали деньги на лечение больного ребенка, предупредили людей об очередном виде мошенничества. Таких историй в багаже журналиста сотни. Но, честно признаться, помочь удается далеко не всем. Не позволяет ужесточающийся с каждым годом закон о СМИ. Даже очевидная правда о коррупционере, имя убийцы или история одной несправедливости может обернуться для журналиста судебным разбирательством. Когда ужесточаются условия работы журналиста, и журналист уже лишен вот такой свободы в оперативном получении информации, в первую очередь, я считаю, нарушается право на свободу слова, право на свободу получения информации и распространения у каждого казахстанца. По оценке Международной организации Freedom House, сегодня по уровню свободы слова Казахстан на 147-м месте из 180 стран. Дажу Таджикистан на 143-е место, а ближайший сосед Кыргызстан на 96-м. Дайте мне пройти! Дайте пройти! Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Улжан, Уалихан, Инфорум-бюро, Карагандинская область.